Покажу, с чем это связано все вот такие вот. Все числа получаются в некотором порядке. Прежде чем я расскажу про порядок, мы еще один эксперимент проведем. Пусть у нас вот такая вот игра, 0. Да, это уже не связано с каким будешь, но просто игра вот такая вот. 0, а здесь, например, 4. Вопрос, будет ли это равно 2? Да, у нас 0,1 была 1,2. 0,4 будет ли равно 2? Ну, давайте проверим. Значит, 2 это что такое? Это когда у первого есть 1, а у второго ничего. Да, но вот здесь как раз не так все сложно с игровой формой. То есть, 0,4 и плюс, соответственно, такая штука минус 1. Да, если это равно, то вот это должно быть равно 0. Значит, соответственно, какие здесь есть варианты? Ну, пусть начинает ливый. А, ну и давайте просто помните. Раз пишем, да? Здесь все это довольно легко. Ну, у него просто есть только один вариант, вот здесь пойти в 0. Значит, будет 0 плюс вот этот вариант минус 1. И что у правого есть два варианта, либо пройти вот x, вот, да, либо пройти вот x. Тут будет либо 4 плюс вот этот самый минус 1, либо вот это вот 0,4 и минус 1. Дальше давайте все подробнее досчитывать, потому что это мы вообще знаем, что такое, да? Это минус 2, то есть вот это вот минус 2. А это 4 минус 2, то есть 2. Значит, вот это вот минус 2, а вот это вот 2. А вот это вот оденем на досчитаем. Вот это вот будет равняться следующему, да, значит, 10. Ну, в общем, все то же самое, да, то есть у первого снова есть только вот такой вариант. Вот это вот минус 5, поэтому будет минус 2. А у второго, вот это минус 1, что такое минус 1? Это первый счет, это второго есть и варианта. Значит, минус 2. Соответственно, у второго либо 4 плюс минус 1, то есть 3. Либо вот эта самая штука 0,4 плюс 0, да, плюс 0, то есть она самая. Ну и что же думаете, да? Значит, здесь что же можно... Ну, кто здесь вообще выигрывает теперь? Вот такую игру уже можно непосредственно рассматривать. Значит, если ходит левый, то он явно проигрывает. Значит, если ходит левый, то он, соответственно, выбирает минус 2, два хода правого и проигрывает. А если ходит правый, то он может просто эту тройку выбрать. А если ходит правый, то он может выбрать вот эту тройку. И после этого... А, нет, сейчас, подожди, тройку нельзя проиграть. Если ходит правый, то он тоже должен проиграть. Значит, он может выбрать эту тройку и тогда проиграет. Либо он выберет вот эту игру, но в этой игре он потом тоже проиграет, потому что в этой игре он исходит вот сюда, и там у него будет ходов. Да, то есть еще раз. Значит, какие здесь есть варианты? Если начинает елой, то сразу это идет в минус 2, и там выигрывает правой. Если начинает правой, то есть два варианта. Либо он выбирает тройку и, соответственно, выигрывает левую. Либо он выбирает вот эту игру 0,4. И после этого ходит левый, левый ходит в 0, и поэтому снова в правую проигрывать выигрывает левую. Что же получается? Получается, что вот эта вещь равняется 0. То есть 0 и 4 плюс минус 1 равно 0. То есть вот это 0 и 4 равно не 2, а 1. То есть получается, что неправда, что нужно брать среднее. Не всегда нужно брать среднее. Когда мы брали 1,2 или 0,1, или 1,2,1, получалось среднее. А вот взяли 0,4 и не среднее. А если не среднее, то какое же? А ответ такой. Нужно брать то число, которое формируется с самым меньшим количеством ходов. То есть с самым меньшим количеством шагов. Значит, тут такая идея. Значит, сначала как бы нулевой этап, нулевой день. И в нулевой день родилась только нулевая игра. Значит, в нулевой день родилась игра 0, для которой ничего не нужно. Потом в первый день рождаются те игры, для которых нужны только ноль. Которые могут быть сделаны из ничего и нуля. Это единица, которая есть ноль и ничего. И это есть минус единица, которая есть ничего и ноль. Ну и вообще-то еще звездочку, но про звездочку пока забудем. Дальше второй день. Значит, на второй день будет двойка. Значит, двойка, которая есть один, ничего. Будет минус двойка, которая будет ничего и один. Ничего и минус один. Будет одна вторая, которая будет ноль и один. И будет минус одна вторая, которая есть минус один ноль. Все остальные варианты уже дадут то же самое, что уже было. Например, минус один один. Это что такое? Ноль. Это ноль, да. Это ноль, потому что здесь кто ходит, тот проигрывает. Кто ходит, тот дает ход другого. Хорошо. Какие числа возникнут? Третий день. Третий день. Ну, ясно, что по аналоге 3 и минус 3 возникнут. Значит, будут 3 и минус 3. Но также еще всякие вот такого. Например, 1,2. Значит, 3 вторых, которые есть. 1,2, соответственно, минус 3 вторых. А также еще разные четверти. То есть здесь между 0 и 1,2 и между 1,2 единицей. Да, то есть одна четверть, которая есть минус одна четверть. И три четверти, которые есть одна вторая. И так далее. Значит, так далее. Четвертый день, минус 4, минус 4. 5 вторых, минус 5 вторых. Все с одной четвертью между единицей и двойкой. И все с одной восьмой между 0 и 1. И так далее. Значит, и так далее они будут рождаться. Значит, и так далее теорема. Как определить значение y? Теорема такая, что если x меньше y, то игра, где слева x, справа y, это число, которое больше x и меньше y, которое возникло в самый ранний день. Да, в ранний число день рождения. Самым ранним днем рождения. Соответственно, ну, это, конечно, не очень простая теорема, но мы ее видели на некоторых примерах. Да, вот этот пример с 0 и 4, и со всеми остальными, да, все были иллюстрациями этой теоремы. И тогда, если у вас есть некоторая игра Хакен Куш, то вы по этой теории можете просто определить, какое у нее значение, да, и кто выигрывает, и даже как играть. Значит, на эту либо нужно стереть все возможные синие ребра, получится разные числа вот здесь, встретить все возможные красные ребра, получатся разные вот здесь, Из числа возле летит будет самое большое, из числа возле летит будет самое маленькое, и взять число, соответствующего вот этого. Вот это рецепт, да, это рецепт, как играть в любую игру Hakenbush, ну или вообще в любую игру, где возникает число. Конечно, это такое правило, конечно, хорошее, но не всегда его легко посчитать. Слева получалось, что оно еще легко считается. В общем случае, да, там могут быть, да, вот что-то обрезали, а это тоже еще надо как бы считать. Нужно считать по индукции, там снова считать и так далее. Но бывает в простые ситуации, например, пусть у вас дуга какая-нибудь. То есть пусть у вас, например, синее, синее, красное, синее, красное, красное, красное. Тогда что здесь лучше всего делать синему своим фото? Лучше всего, конечно, вот здесь вот перерезать. Да, потому что если он перережет вот здесь вот, то здесь будет полтора, а здесь, ну, минус, минус три остается. А если оно вот здесь обрежет, то здесь будет плюс один, а здесь будет минус два и три четверти. Да, в общем, вот это вот даст три вторых плюс минус три, а вот это вот даст один плюс минус два и три четверти. В общем, вот это вот лучше. Да, вот это вот лучше. Так, а что может сделать красный? Ну, а красный может обрезать вот здесь вот, тогда будет два плюс вот эта вот штука, это минус два с половиной, да? Плюс минус два и вот так. Вот она может обрезать вот так вот, и это будет, это будет один и три четверти, да? Плюс минус два. Тоже вот это вот лучше, да? Значит, вот это вот лучше. Вот, и результат будет такой. Значит, результат будет минус три вторых и минус одна вторая. То есть минус один по нашему правилу. В общем, когда вот такая дуга, то можно вот таким вот образом это все посчитать. Почему это минус один, минус три вторых, минус одна вторая? Потому что минус один из тех чисел, которые больше, чем минус три вторых, но меньше, чем минус одна вторая, вот в этом интерьере минус один является раньше силой. Продолжение следует...